Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 22 главе книги «Бытия». Это одна из самых драматичных глав, в которой действительно пугающие события описываются, события, которые не хотелось бы никому пережить в своей жизни, и никто не хочет их примерять. Хотя иногда бывает, что литераторы действительно на основании этой главы создают поразительные рассказы или какие-нибудь философские конструкции. Это действительно одно из самых известных мест в Библии. И еще с раннего средневековья его считают прообразовательным по отношению к Новому Завету. Тоже не будем забывать, что позднеантичные, ранние средневековые толкователи именно так относились к этой главе. Она пересказана во множестве художественных пересказов и, конечно, дала сюжет для огромного количества живописных произведений. В общем, такой вот основополагающий элемент культуры. Собственно, текст рассказывает об еще одном аспекте того, что мы уже с вами видели в предыдущей главе. Бог обещает Аврааму вечность и благословение определенным путем, но не тем, каким пытается этого добиться Авраам. Авраам все время уклоняется, а вот таким способом. Сына обещали, а вот пусть вот Агарь, значит, от нее родим сына. Нет. От Сары. Землю обещали, а вот я сейчас застолблю права на этот колодец, что я его построил. Нет. Не так это будет. А вот хорошо, ладно, у меня есть сын. Теперь есть Исаак, который наследует благословение. Дальше будет все. Прогресс вперед и Кэпи-энд. Нет. И это не так. И я бы сказал, настырность, даже не настойчивость, настырность, которую автор это подчеркивает и составитель, чрезвычайно важны. Они об том и говорят, что Бог обещает некое благо, но он дает его так, как он считает нужным. И наши человеческие попытки добиться, как будто бы того же самого, все равно оказываются проваленными. И, конечно, подразумевает составитель, по крайней мере, что все те перипетии, судьбы, истории народа Божьего, которые известны его читателю в послепленную эпоху, что это тоже своего рода, вот пример того же самого, когда человеческими путями люди, израильтяне, хотят чего-то добиться, что они, по крайней мере, считают реализацией Божьего обетования. И в этом нет ни правды, ни блага, ни успеха. Так, как действует Бог. То есть, на самом деле, составитель хочет, чтобы внимание читателя сосредоточилось на том факте, что не может быть никакой правой воли, праведной, правильной воли в этом мире, кроме воли Бога. И никак по-другому. Ну вот, собственно, драма, удивительная история жертвоприношения Авраама тоже как раз об этом и говорит. Вот ему дали сцена, уже радуйся, уже, наконец, исполнилось. Он там вырастет, Авраам, хоть и ему больше ста лет, сильно больше, видит, как растет ребенок. И почему-то ему Бог говорит, возьми его и принеси в жертву. Это рассказано с таким драматизмом. И автор, тот, кто формулирует рассказ, конечно, делает это, помимо всего прочего, с удивительным литературным талантом. Так что уже порядка трех тысяч лет он действует на читателя. За этим рассказом, конечно, огромное множество толкователей от пророков до Керкегора видели поразительные действительно события. «Поставь себя в любую секунду на место любого персонажа», и ты просто придешь в ужас. Но для автора и составителя, по-видимому, важно не это. Они, конечно же, действительно стараются создать некоторый более или менее последовательный, более или менее систематический и психологически более или менее убедительный рассказ. Более или менее. Вот. Ну, потому что, если о таком событии писать психологически убедительно, ну, это только Лев Толстой. И, соответственно, вот такой толщины была бы книга. И вот здесь разговор идет о том, что Аврааму предлагается отказаться от этого благословения. Как будто бы. И тоже множество толкователей, как древних, так и современных, говорят о том, что в этом есть некоторые правды духовной жизни. Что там Божье благословение, которое тебе действительно предназначено, пока ты за него хватаешься и присваиваешь, оно не дастся тебе в руки. Надо сказать, да будет воля твоя. И, по крайней мере, вот начальная часть рассказа действительно об этом. И для автора, видимо, это важно. Но не для составителя. Потому что для него существенно, что не так, как Авраам хочет будет, а так, как хочет Бог. Согласится ли Авраам на волю Бога? Не в том дело, согласится он или нет. Отказаться от благословения. В отказе от благословения ничего хорошего нет. А согласится ли Авраам на то, что будет не по-моему, а по-твоему? Вот Авраам соглашается, берет Исаака, слуг, все необходимое для всесожжения, и они идут на некое место, которое потом окажется Сионом. И вот они пришли, и сын удивляется, Исаак удивляется, спрашивает, а где Агнец для всесожжения? Авраам ему говорит, Бог усмотрит себе Агнца. И это в каком-то смысле ключевая фраза, потому что именно Авраам говорит, Бог усмотрит себе Агнца. И дальше он связывает Исаака, возлагает его на жертвенник, но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ну, слушайте, ну, ты раньше не мог сказать? Когда он еще не связал Исаака, когда он только поднимался на эту гору. Ну, вот ты, сюжет, конечно, драматичный, дальше некуда. Но ради чего автор не смущается предъявить читателю Бога в таком жестоком виде? Ну, во-первых, читатель мог, кстати, не заметить этого. Читатель, живший в Вавилонском плену или вскоре после него, в эпоху персидского владычества, мог и не увидеть в этом никакого особенного злодейства и жестокости. Да, когда там Авраама заставляют пройти этот путь до конца. А вот что читатель должен был увидеть, так это отказ Бога от человеческих жертвоприношений. Это ведь обычная вещь. Так, знаете, с точки зрения археологии, особенно очень древних времен Ближнего Востока, ну, какие-то такие фигурки с трогательными ручками, ножками, такими носиками, крючковатыми, с крылышками у коровок. Но то, что это мир, где принести в жертву первенца, это естественно. И никто этому не удивляется. Этого мы не видим и видеть не хотим. А для читателя и для составителя это так. Это то, что должно заставить читателя в ужасе отшатнуться. Вспомнить, вспомнить, что была это за земля и какого рода люди жили. И все вот эти хиты о Марии и прочие народы, которые перечислены и не перечислены, все жители земли Хананской. Что это вообще было, где, да, не просто человечки с жертвоприношением, младенцев, первенцев, иногда долгожданных, как Исаак, приносили в жертву, убивая в качестве дара каким-то богам, ваалам, большей частью. Вот тоже, знаете, современный читатель часто представляет себе язычество в декорациях Парфенона, где белый мрамор, он, кстати, был раскрашен, статуи Афины мраморные, синдия, в белых каких-то там хламидомонадах процессия, красиво поют стихи Гомера, и все это чрезвычайно красиво, возвышенно, все махают оливковыми ветвями. Мы, в общем, еще больше, чем читатель современной составления бытия, не думаем, не хотим думать о том, как часто язычество это культ страшный, кровожадный, бесчеловечный, уж само собой, разумеется, безбожный, но даже и бесчеловечный, как часто вот это проявление чего-то самого чудовищного, что может родиться в человеческой жизни, вот во мраке человеческой души, вот это убийство младенцев. ни ради никакой цели, потому что никакая цель, как бы она не была изысканно и якобы благородно, не заслуживает убийства младенцев, тут как бы это неспостоимая вещь. Вот. Авраам по рассказу и читатель, в общем, из, так сказать, истории, из этого рассказа видят, что и знают, что окрестные Авраам народы, поклоняющиеся Ваалам, поклоняющиеся Астартом, поклоняющиеся еще какое-нибудь там дребедение, они это делают сплошь и рядом. Но настоящий Бог не такой. Тот Бог, который призвал Авраама, не такой. для него вот это недопустимо и неприемлемо. И опять все поворачивается, как он хочет. Не так, как хочет человек, а так, как хочет Бог. Поэтому Авраам, он говорит, не надо Исаака приносить, не делай ему вреда, обернись, он оборачивает сам в кустах баран. Ну, буквально, понимаете, как в старой шутке про то, что в кустах случайно оказался рояль. Вот в кустах запутался рогами баран. Очень к месту. Чудо, чудо. Для того, чтобы вышло по-божьему. Ну, собственно, это и есть главный месседж, коммуникативное намерение в этой главе. Едва ли автор так внимательно хотел предъявить нам все тонкие душевные переживания, а составитель уж наверняка и не имел этого в виду. Ну, тем не менее, я бы сказал, литературное качество и многогранность текста таковы, что и от этих деталей, из которых формируется рассказ, мы тоже не можем оторвать глаз. Ну, и заключение этого, когда ангел Господень снова взывает к Аврааму и говорит ему «Мною клянусь, говорит Господь, что ты сделал это и не пожалел сына твоего, я благословляю, благословлю тебя». Ну, вообще все клянутся Богом. Ну, в крайнем случае, жертвенником или чем-то там. И если нарушу я эту клятву, что там, пусть покарают меня мои пионерские товарищи, все клятвы устроены примерно так. А Богу неким клясться. Поэтому Бог говорит «Мною клянусь». Вот такая удивительная формулировка, она потом встречается в Библии время от времени. «Так как ты не пожалел сына твоего, я благословляю, благословлю тебя. И умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся всеми твоим все народы земли». Ну, смотрите, конечно же, абсолютно каждый христианский толкователь, то есть, начиная от 33-го года, от воскресения Христова, или даже от 30-го года. Каждый христианский толкователь, конечно, видит здесь некую картину, дающую нам возможность увидеть вот такую симметрию заветов. Авраам пожертвовал своего сына Богу, Бог не принял эту жертву. Но взамен этого, как стали говорить христианские толкователи, Бог пожертвовал своего сына ради Авраама и его потомства. Это очень большая натяжка, на самом деле, потому что Бог подал сына своего и народного, чтобы всякий верующий в него не погиб, за весь мир, не только за потомство Авраама. Жертву Христова объемлят собой весь этот мир. Но да, для очень многих толкователей христианских это была завораживающая симметрия. Им очень нравилось вот это видеть, подмечать, как Авраам жертвует сына, как Бог жертвует сына. Для них они пытались на этом материале драматическом объяснить какие-то аспекты того, что произошло на Голгофе. Ну, в общем, очевидно, что ни автор, ни составитель ничего подобного в виду, конечно, не имели. Это именно позднейшее толкование. Для них было важно, что Бог, убедившись в верности Авраама, подтверждает свое обетование. Что при этом имеется в виду в словах «благословляться в семени твоем все народы земли» не совсем понятно. то есть, когда речь идет о том, что овладеет всеми твои городами врагов своих, понятно, что будет семя твое как звезды небесные, понятно, благословятся всеми твоим все народы земли. Но эти ведь народы земли-то, они же не вот семья Авраама, они же не потомки Исаака и даже не потомки Измаила. Хотя речь здесь очевидно идет именно об Исааке. Что же это означает? Еще тоже заметьте, что первыми читателями книги не разрозненных фрагментов, из которых книгу составили, а книги как таковой, были люди, от которых осталось не так много народу, которые потеряли все, родину, вероотцу, живут на чужбине и непонятно вернутся или не вернутся или только что вернулись с чужбины в совершеннейший разор, где нету ни одного камня на камне буквально в Иерусалиме, где все разрушено, я уж не говорю от человеческих каких-то связок. Да, вот что это значит благословяться всеми всеми народы земли, вот все те, которые вокруг. и вероятнее всего здесь речь идет о том, что благословение, которое Бог дает Аврааму, так велико, что оно не поместится в его физическом потомстве, особенно при том, что это потомство может быть очень и очень малочисленным. И таким образом понятие семени Авраамова оказывается безграничным, потому что это не физическое потомство, а те, кто разделили веру потомков Авраама. вот собственно такая новая черта благословения, потому что ты послушался голосу моего, всякие народы, которые будут слушаться голосу моего, благословятся тем самым всеми не твоем.